Приветствую, друзья! И в поисках чего-то интересного или чего-то необычного я случайно наткнулся на игру Heletic Hearts. На ней написано, конечно, ранний доступ, но игра вроде как вышла в 2018 году. Я могу ошибаться. Но я могу ошибаться, так как сегодня я просмотрел около сотни разных игр и год выпуска и так далее. Короче, дохрена информации, поэтому может быть она вышла в 2020, может быть в 2018, точно не скажу. Зайдите сами, посмотрите, если вам будет интересно. Ну а теперь что же из себя играет и представляет? Из себя она представляет бегалки по подземельям, в жанре RPG-шки, стареньких RPG-шки. Бей всех врагов и найди выход. Хорошо, это мы сделаем. Единственный минус у этой игры это то, что у нее нет никакого абсолютно сюжета, насколько я знаю. Так, это у нас что? Ваша цель? Нажмите на умение, чтобы что? Ага, чтобы атаковать его. А если я сюда нажму? Что это вообще такое? Так, это ручная атака. Это что? Это атака из лука, а это? Это атака магии. Хорошо, будем тогда атаковать пока что из лука, выпала магическая вещь. И что мне с ней сделать? Посох. Окей, как тебе переместить? Серьезно, тебе нужно вот так вот перемещать. Ладно, поехали в поисках врагов. Вот он, первый враг. Ну так вот, я лайтовый. Дальше следующий враг. Ну какие-то они совсем лайтовые. Все, обучение закончилось, не будет больше ничего. Уровень повышен до второго. Доступные очки навыков для улучшения. Ну давайте посмотрим, что у нас тут есть. Сколько всего интересного. Охотник, крестоносец, экзорцист, мах, саппорт. Ну, саппорт-то очень интересная ветка. И всего лишь 0 из 36. Да, такой себе. Так, кем же я буду? Я буду экзорцист, охотник, крестоносец. Я хочу быть охотником. Атакует врага с стрелковым оружием. Улучшает обращение копьями. Блин, я не хочу копьями. Я хочу стрелять из своего офигенного лука. Кстати, да. Это у нас крестоносец. А мы что имеем? Это мах. Мы можем, кстати, получается, все классы изучить. Мастерство огня уменьшает сопротивление врагов к огню. Угу. Ммм, уменьшает кольдом. Поджихает, плевать. Жар. Святой Храль. Ладно, ладно, ладно. Выучим, пожалуй, необходим уровень яруса третий. Получается, мы сейчас ничего не можем выучить. А, нет, все-таки что-то можем выучить. Ладно, с прокатчиком мы потом разберемся. Она какая-то довольно странная. Так что разберемся с ней потом. Так, подожди, это одни очки навыков. А это что у нас? А это наши статы. Великолепность, сила, ловкость, живущаясь, духовность. Пока что я не знаю, что за что отвечает рукопашная атака, стрелковая атака, каст-атака, другие атрибуты и еще другие атрибуты. Хорошо, тогда давай стрелковую атаку, сила, ловкость. Ну-ка, секундочку, настройки. Зум. Я могу... Ну и... Как-то ему вообще по барабану. Да, именно по барабану. У меня есть автобой, автолечение, сундуки, урон. Короче, тупо все на автомате. Единственное, только передвижение можно, вручную передвигаться. Ну, окей, такое бывает. Так, пока открываем ящик. К нам идут зомбачки, которые вообще просто ни о чем. Что вот это вот за ересь? Здоровье лучше богатства. Их можно подбирать. Окей, хорошо, тогда я вернусь к первой, потому что я пропустил первую. И что у нас тут? Когда дело плохо. Понятно, это, короче, местные цитатки. Местные столбы с цитатками. Что у нас тут? Вау! Слушайте, забирай все. Он еще и автоматически это надевает. Прекрасно. А второй вопрос. Так, два урона, четыре урона. Да, требуется дух, лук. Три, два. Нет, переодеваться нужно вручную. Понятно, 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 как это работает. Короче, какой-то новый лук. Атака, два, шляпа. Так, стой. Стой, стой, стой. Мы еще не подобрали вот это вот. Там тоже что-то выпало. Там какой-то лук, прикольный лук. Даже каких-то два прикольных лука. Опачки, а как это работает? Не, подожди, собери это все. Давайте отойдем отсюда. Расскажи мне, друг, как ты работаешь? Значит, это будет в третий уровень. Хорошо. Пойдем дальше тогда на следующее подземелье. Пойдем дальше на следующее подземелье. Да, я там всех убил, все собрал. Пойдем. Уровень 2, да плевать. Можно пропустить, можно. Что это? Повышение лимита уровня. Какая-то странная хрень, но продолжаем. Так, на втором уровне нас встречает какое-то чудовище. Что ты хочешь? Опа, это торгаш. Торгаш, класс. А как тебе продать? Ну, то есть, вот, пожалуйста, я могу ему продать это все, да? А я ему тупо все продал. Обычный на земле. Забрать. Серьезно, я ему все продал. Это выкинуть. Короче, я тупо все продал этому чуваку. Тупо все потерял. Так бывает. Так бывает, и это печально, потому что, блин, ну какого черта? Я хотел просто перелистнуть страницу, а оказывается, я ему уже все продал. Убейте всех врагов и найдите выход. Короче, нажимаем атаку. Ага, ты не атакуешь пока. Рядом нет противника, да? Да. Блока сгущается перед штормом. Мудро. Очень мудро. Что у нас тут? А тут у нас лук. Лук и золото. Короче, ничего. Дальше. Тут что? Тут тоже ничего полезного. Где монстры? Вот он. Короче, просто можно прийти к монстрам, нажать атаку, и он будет сам атаковать их и убивать. Ничего интересного. Блин, ну можно было бы хоть что-то написать тут. Что это у нас? Три защиты, четыре защиты. У меня лучше. Идем дальше. Идем дальше. И вот смотрите, просто нажимаем атаку, и все, он тупо всех раскидывает сам. Ну, а вот это интересно. Мы можем даже ничего не делать. Он будет сам за нас все делать. Мы можем даже ничего не делать. Просто нажать атаку, и он дальше просто сам пройдет по всей локации и убьет всех. Это просто великолепно. Перчатки. Два-два. Блин, тут еще и прочность вещи есть. Печаль. Снимись, лук. Оденься. Ладно. Теперь у нас синий лук. Вот, просто смотрите, нажимаем. И он дальше никуда не идет. Предатель. У меня золото не хочет забираться. Ну, окей, я нажимаю. По какой-то причине золото не хочет ко мне идти в сумочку. Ладно. Скотина. Продолжаем защищать подземелья. Псина. Мертвая псина. Человек. Мертвый человек. Цитатка из ВК. Мудрость Квассира. Класс. Интересно, мы в дома можем заходить. Что у нас тут лежит? Хрень какая-то. Что это? Мэджик реликвия. Мэджик реликвия. Блин. Нельзя было до конца перевести магическое реликвие. Тысячи языков тут. Намешано, но, блин, перевод косой, как я не знаю что. Просто нажали на кнопку, и дальше он сам раскидывает противников. Великолепно. Обожаю такие автоматические игры. А еще у меня вопрос. У меня же он автоматически должен сам все собирать. Вот эти камни, блин, они же должны в шмотки вставляться. У меня есть несколько шмоток с... У меня есть несколько шмоток, куда можно поставить это все. Вот, допустим, вот, смотрите. Вот тут... Вот тут есть дырка для самоцвета, да? Да. За что отвечает вот этот класс? Он нигде не подписан. Ничего, это выкинуть все. Не надо выкидывать. Вот камушек. Ставится на броню, либо шлем. Верно, верно. Вот, пожалуйста, шлем. И ничего. Ничего не происходит. Если тут нажать, тоже ничего не происходит. Как поставить, я не знаю. Все, я нашел. Я нашел, где менять страницу в нашей сумке. Да, конечно, переключение страниц выглядит весьма странно. Никогда бы не подумал, что это именно оно и есть. Выпала редкая вещь, прекрасно. Еще бы видеть ее там. И что мне для него нужно? Требуется уровень третий. Ну вот. Типа, изучите предмет. Вот я нажимаю. И что происходит? Ничего не происходит. Хотя по уровню тут все подходит. Как это работает? Может быть, мне нужно нажать сюда. И он должен сам изучить этот предмет. Ну вот, нажать и нажать. Не опознан. Ну да. Я знаю, что он не опознан. Мне нужно понять, как его опознать. Мне нужно понять, как его опознать для того, чтобы его использовать. Ну, предположим, допустим, вот так. А, все, я понял. Бать, какая замороченная система, а! И сколько откат там идет? Там еще и откат долгий ужас просто. Короче, я не знаю, как там работает Таргаш, но я ему продал все и черт с ним. Так, это продажа оружия. Мне не нужно пока что. Ты что толкаешь? Ты толкаешь ожерелье и зелье. К черту пропустим. А вот что толкаешь ты? А ты толкаешь неизвестные предметы. Ладно, пойдем на третий уровень, пройдем. А на третий уровень что ждет в третьем уровне? Да ничего нового на самом деле. Такое ощущение, что локации даже, в принципе, друг на друга похожи. Давайте забьем на сундуки, хотя нет. Там есть сундук один, мне понравился. Вот я хочу его открыть. Что в нем лежит? Ничего полезного, к черту. Короче, я понял, как это работает. Смотрите. Мы прокачиваем ярус. За этот ярус у нас открываются вот такие вот навыки. При этом прокачиваем ярус мы только одному персонажу, допустим, вот охотник. У нас открывается помимо вот этого навыка. Так, это у нас получается пассивный, да? Да, это пассивный. Вот это активный заменяет физический на урон огня. Вот. Это у нас заменяет физический на урон льда. Ослепляет врагов рядом. Это опять пассивный навык. Давайте. Перетащите навыки сюда, чтобы их использовать. Ну, допустим, вот я могу использовать навык такой. А вот это вот. Довольно странно, потому что вот эти, допустим, я не могу использовать. А почему? А почему? А вот интересно. То есть получается вот эти. А, да, 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 я их не изучил. То есть смотрите. Вы выкачиваете ярус. Вы выкачиваете ярус. Вот это фиолетовое. Это повышение яруса. Вот это слева. Вы выкачиваете ярус. Когда у вас набирается определенное количество очков, у вас открывается линия умений. Эту линию умений вы также выкачиваете. То есть отдельно от всего. И после этого, когда вы прокачаете, вы, допустим, вот эти можете... Вот этот, короче, серые пассивные навыки и белые навыки – это активные. То есть белые навыки можете прокачать. И после того, как вы прокачаете белые навыки, вы можете их вытащить на панель и использовать. А у нас из белых навыков только пока что три. Да, три разных классов. Но я буду оставаться лучником, потому что мне больше всего нравится лучником быть тут. Ты просто ходишь, ничего не делаешь и всех убиваешь. Как мне показалось ли, лази ульки 4 из 8. Типа это 4 из 8 уровней доступных. Вряд ли такое может быть. Мудрость квассира опять. Блин, квась поменьше, не будешь квассиром. Просто промах блок, промах блок. Давайте кота убьем. Это было довольно странно, потому что он как-то потерялся и куда-то пошел. Зачем он пошел? У меня вроде пассивных навыков никаких таких не выкачено, чтобы они что-то делали с врагом. Это что у нас? Малое зелье. Я хочу его поставить. Ну, ставься. Для тебя только пить можно. А уровень 6. Я сейчас стою, жду, пока у меня откатится навык исследований для того, чтобы... Для того, чтобы раскрыть себе парочку шмоток. Я хочу вот это кольцо раскрыть и вот это реликвию. Не знаю, за что они отвечают. Может быть, споги. Споги, кстати, тоже. И вот это нужно раскрыть. Короче, нападало мне сейчас лута неплохо так с боссом. И это все нужно раскрыть. И вот знаете, так вот раскрывать каждую шмотку задолбаешься. Тем более ожидать их, ждать. Был сейчас первый бой с боссом. Довольно, кстати, серьезный такой босс. Прокачал себе немножко умений. То есть прокачал вторую ветку, прокачал шрапнель, огненный ледяной выстрел. Помимо этого взял себе перчатки, у которых уроны ядом. И, соответственно, теперь все мои выстрелы атакуют ядом. Если просто побегать в игре и, знаете, прокачка ради прокачки, вот те, кто любит так делать, ну, те, кто любит так играть, без проблем. Можете играть, в принципе. Кстати, вот это повышение лимита уровня. Чем больше локаций мы проходим, тем выше наш лимит уровня. Соответственно, сейчас у нас лимит 10 уровень, по-моему. Да, сейчас наш лимит 6 из 10. Но не суть. Так вот. Для тех, кто любит вот проходить, и вот прокачка ради прокачки, эта игра прям, ну, понравится, скажем так. Она не идеальна, но она понравится. Для тех, кто любит хоть какое-то действие, там, побегать, почитать что-то, попроходить сюжеточку, ничего такого в этой игре нету абсолютно. То есть это просто вы бегаете по подземельям, по уровням, и просто убиваете монстров. И добываете новый шмот. И ищите наиболее лучший шмот. Ну, то есть прокачка ради прокачки. Мне такое прям не заходит от слова совсем. Нет, мне это, конечно, нравится, такая система, но мне нравится она в других немного играх, в других жанрах игр. Но вот в RPG-шках, увы, но нет. Это не мое. Так, давайте прокачаем ожерелье. Все, прокачали урон ядом, защита, живучесть. Давайте накинем так. Ты продаван. Да, ты, скорее всего, продаван. Значит, 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 значит. Я хочу тебе толкнуть абсолютно все, кроме, 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 кроме кольца. Вот это кольцо я хочу себе оставить, и вот этот артефакт я себе тоже хочу оставить. GameHit. Продать. Довольно странное что-то было. Кстати, вот вам, пожалуйста, лайфхак. Можно даже не изучать шмотки. Можно их не изучать. Просто подходите к торгашу, толкаете ему эти шмотки. Он их изучает, и после вы тупо у него их выкупаете. И не нужно ждать. Хотя по цене... Да, по цене, кстати, проседает это все неприятно. Ладно, пойдем дальше. Еще одну комнату пройдем. И на этом закончим. Да, уровень 5. Заодно вам и покажу выстрел льдом, огнем и ядом. Соответственно, вот. Новые, кстати, противники, скелеты. Выстрел ядом, кстати, он отравляет противников. Опа, их побольше стало. Кстати, да, очень полезно иметь при себе какое-то оружие, не посох. То есть, магию, честно говоря, тут, ну, такое себе прокачивать. Лучше прокачивать лук и ближний бой. Для чего? Ну, вот смотрите. Допустим, наш герой лучник. Он вот бегает, всех убивает. Но когда к нему начинают подходить орды врагов, он начинает переключаться автоматически на ближний бой. Соответственно, соответственно, ближний бой у вас должен быть нормальный. То есть, это не какой-то галимый посох должен быть, а нормальное боевое оружие. Топор, меч и прочее. Поэтому, просто выбирайте все, что вам нужно, а дальше ваш герой сделает все сам. Главное просто найти орды зомби. Ну, не зомби, конечно. Орды врагов. Вот у нас часа. Выбран ближний бой. Хоп, хоп. Не стреляли, никого нету. Кстати, вот эти огненные выстрелы, они не поджигают противников. По крайней мере, я этого не заметил. Вот ледяной выстрел, да, он немножко подмораживает. Ядовитый выстрел, он отравляет врагов. А вот огненный выстрел почему-то не поджигает. Не знаю почему. Возможно, просто слабенький пока что. Но на боссе я, честно говоря, сказать, испытал себе такой дискомфорт. Потому что это еще скотина хилилась. Это было очень неприятно. Какая-то хрень опять. К черту это все. У меня сейчас лучшая экипировка для моего уровня. Так, открываем, открываем. Кстати, да, можно открыть, вообще забить болт. И он просто потом соберет это. То есть вы можете тупо пройти всю локацию, пооткрывать все ящики, сундуки и около последнего входа. Около выхода, скажем так. Вот он заморозил. Вот я стреляю огнем и... Я не поджигаю никого. Поэтому вот огненный выстрел. Как-то не особо работает. Уровень повышен. Великолепно. Давай, пока он разбирается там, мы прокачаем, что мы прокачаем. Я хочу шарапнель еще прокачать. Сколько там? 4 из 24. О, опасно. Со статами я только не разобрался. Что за что отвечает. То есть ловкость, силы и так далее. Ну, вроде как они должны отвечать за урон, но как они работают, честно говоря, я до конца не понял. То есть вроде качаешь силу, вроде качаешь силу, урон не повышается. Качаешь ловкость, то же самое не повышается. Поэтому оно как-то работает, но как, пока неизвестно. Вот этот сосуд с хилкой прикольный. Единственное только, знаете что? Очень неудобно то, что находится слева. Объясняю почему. Допустим. Допустим. Вот вы идете, да, сражаетесь там с кем-то, и вам нужно срочно отступить, чтобы вас просто не прикончили. Но на вас, допустим, висит яд, либо что-нибудь еще, либо за вами какая-нибудь арда зомби идет. Не столь важно. Вот вы отступаете, и вам еще нужно пить зелье, чтобы не сдохнуть. И вот знаете, как это неудобно. И отступать, и пить зелье. Допустим, можно сказать, ну можно второй рукой и сжать, но поверьте, это весьма-весьма неудобно. Потому что вам просто-напросто будет мешаться ваша же рука. Поэтому это категорически неудобно сделано. Ну и вот, собственно, последний пак скелетов. Пускай он с топора их добивает. Мне, собственно, все равно. Да, кстати, перчатки, куда-то пошел скелет. Если вы наденете перчатки с каким-то элементом, то есть яд, агоний и прочее, то любое ваше оружие, абсолютно любое, будь то топор, будь то топор, либо что-то еще, оно будет иметь отравляющий эффект. А на этом мы с вами заканчиваем, потому что очень-очень скучная игра. Мне лично не зашло. А вам, может быть, понравится. Поэтому всем пока. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, оценивайте видео. И до встречи в следующем ролике. Пока.